ЕАЭС – это союз по принуждению. По мнению азербайджанского эксперта, если бы ЕАЭС была такой уж привлекательной организацией, то разные страны стремились бы вступить в нее, однако такого не происходит. Своим мнением по поводу Евразийского союза поделился политолог, профессор Ханкукского университета иностранных исследований Равшан Ибрагимов. Если рассматривать конкретно Евразийский экономический союз, то следует сказать, что в принципе изначально все его члены не были, скажем так, добровольными его участниками. Они вступали в данный союз, потому что изначально были зависимы от России. Скажем, для Казахстана, как крупнейшего игрока в ЕАЭС, эта зависимость выражается в том, что его основные нефтяные поставки осуществляются через территорию России. Для Киргизстана и Армении это выражается в том, что они получают дотации для разных сфер. Кроме того, Армения получала и политическую поддержку. Что касается Беларуси, ее промышленность напрямую зависит от низких цен на нефть и газ, по которым продает ей их Россия. Если бы, скажем, ЕАЭС была такой уж привлекательной организацией, то и другие страны стремились бы в нее вступить. Однако, такого не происходит. Те государства, которые имеют возможность проводить более или менее независимый политический и экономический курс, сторонятся ЕАЭС. Кроме того, Иране члены этой организации высказывали свое недовольство тем, что их экономики могут претерпеть урон, получить негативный эффект из-за санкций, наложенных на Россию, если будут продолжать с ней сотрудничать.